По присоединению к семье. Ребят, честно, я рекомендую присоединять семью сразу. Если есть возможность, приехать всем в Испанию, просто дайте получить антрады, погулять там, ну, оплатить быстренько госпошину, сходить на моряку искупаться, погулять в Испанию покушать и уехать там через 2-3 дня. На подачу документов нам нужно 1-2 дня максимум. То есть распечатать доки, там от вас уже будет зависеть, оплатить госпошину, сделать эту антраду и все, можете уезжать. Все, мы ваши документы будем подавать, если будет через нас. Если сами, ну, понятно, сами подали и потом уехали. Дальше. В некоторых странах, если будете уезжать и подавать самостоятельно, в некоторых странах не работает цифровая подпись. Просто система не будет работать. Даже через VPN не будет работать. Все, цифровая подпись работает только в Испании. Идеально. В Евросоюзе тоже работает, но бывают какие-то нюансы. Это кто сам подает для тех информации. Дальше. Рекомендую приезжать с семьей сразу. Но если нет возможности, можно приехать самостоятельно, подать документы сейчас вам, к примеру. Потом приехать попозже на отпечатки пальцев, когда уже решение пришло, и подать на семью. То есть вы на отпечатки пальцев подаете, а семья приехала на подачу. Можно так. Но не затягивайте, потому что если вы уже получили карточку ВНЖ, министерство 100% потребует при подаче семьи ваши документы на аутономо. Типа вы просто подписываете... Аутономо – это испанское ИП. Вы подписываете документ под присягой, что я такой-то код, когда получу ВНЖ, я обвезусь открыть аутономо ИП. И вот ребята сталкиваются с такими проблемами. Они не слышат нас. Мы всегда ей рекомендуем. Наши даже друзья, наши стартаперы с такими проблемами столкнулись. Весной мама получила одобрение, а не пока там лето туда-сюда. Отпуск это... О, надо детей присоединить. Давай, приехали недавно в сентябре, там начали подавать детей. А министерство говорит, ребята, стоп. Вы нам обещали еще весной. Прошло там уже три месяца после одобрения. Вы уже получили карточку, все окей. А где ИП? Почему вы не зарегали? И требуют, не хотят присоединять детей, пока вы не зарегаете ИП. Это проблема для тех, кто хочет оттянуть сроки открытия ИП, открытия бизнеса в Испании, ну, как аутономо своего ИП. Но для тех, кто реально готов быстро перевести сюда своего, ну, как намада, ну, свои контракты сюда, это не проблема. Ты получил карточку, открыл ИП, показал, что ты зарегался в соцстрахе везде, где нужно, без проблем, приехал, привез семью, показал, что, ребят, вот ИП я открыл, вот я стал на учет, ну, соцстрах получаю, вот к моей страховке добавить вот еще семью. И без проблем, никаких проблем не будет. Но если вы хотите чуть-чуть оттянуть открытие ИП, то рекомендую семью подавать сразу, сейчас, или в течение двух месяцев до того, как получили карточку, прям до. Или получили карточку только там один-два дня, тогда можно подавать. Но не позже, потому что если позже, все, ребят, они затребуют кучу документов. Или заново еще раз попросят деньги показать выписку, или заново попросят остаток денег еще раз показать, или вот о регистрации компании запросят, или купить страховку попросят на семью. Просто когда при подаче вы гарантируете, что вы всю свою семью поставите на учет в соцстрахе. Ну, семья идет бесплатно. То есть вы пишете заявление в соцстрах по регистрации вашего ИП, и семья автоматически бесплатно получает медицину, соцгарантии все там, ну, что требуется от, что положено от государства. Вот. Я рекомендую подавать сразу, или в течение двух месяцев, но не после. Или после уже тогда только с реальными открытиями ИП. Открывайте ИП, заводите свои деньги, покажите пару транзакций, регистрируйтесь в соцстрахе и так далее. Вот так.